РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Это Светлый Вечер на Радио Вера. Дорогие слушатели, здравствуйте. Мы начинаем нашу программу. И здесь, в этой студии, Лиза Горская. И Алексей Пичугин. И эту часть Светлого Вечера в ближайший час вместе с нами проведет протерей Лев Семенов, руководитель Духовно-Просветительского центра Православного Святтихновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук и клирик Николы Кузнецкого Московского храма, или по-другому храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. Неделя о блудном сыне у нас через полтора дня уже, послезавтра, в воскресенье. В воскресенье, напомним, что на славянском языке это как раз и будет неделя. Неделя о блудном сыне. Церковь продолжает готовиться к Великому посту. Стоит, наверное, вкратце напомнить этот евангельский отрывок, притчу, которую рассказал Христос, когда у человека было два сына, и младший, покинув отчий дом, отправился куда-то далеко. Там все свое наследство, которое он забрал предусмотрительно из дома, растратил, прогулял, и вот на нем что только не делал, и в итоге возвратился к отцу, и был готов работать на него, на самую тяжелую работу, просил прощения. Отец его простил и устроил по этому поводу, в общем-то, такое очень большое торжество, что не могло не понравиться старшему сыну. Что не могло понравиться старшему сыну, который, конечно же, не понял, как он так всегда был при отце, всегда рядом, всегда помогал. А тут вот младший вернулся, все прогулял, ничего себе и никому не оставил, но был принят отцом со всей любовью. Отец Лев, а как мы можем понимать эту притчу? Очень много у нее распространенных, известных толкований, самое главное из которых, что вот это, конечно же, любящий отец – это Бог, а дети – это все мы, которые каждый по-своему приходит к Нему. Добрый вечер! Прежде всего, хотелось бы приветствовать вас вновь в студии. Мне очень радостно, что есть возможность побеседовать сегодня с вами, с нашими уважаемыми слушателями по поводу будущего чтения евангельского на неделю о блудном сыне. Дело в том, что это момент, который не просто приковывает наше внимание, как любой евангельский фрагмент. Меня всегда поражает, сколько смыслов глубинных, и, если так можно выразиться, возникающих из основного сюжета, в этом смысле боковых, содержатся в этом сюжете. Если говорить о данном тексте как о именно фрагменте некоего текста, то его можно было бы образно, мне кажется, назвать неким романом. Имея в виду не событийную канву даже, саму богатую, это был бы, так сказать, роман смыслов. Вот Алексей в начале нашей встречи замечательно ему удалось, я даже поразился его мастерству в этом плане, так кратко в нескольких словах изложить эту притчу. Почему удивился и порадовался, что такое удается? Потому что мне лично буквально за каждым стихом этого евангельского чтения открывается столько стоящего, столько глубинного, столько дополнительного, что невольно хочется прокомментировать. Да, вот началось с того, что младший сын попросил отца дать ему, выделить ему его долю имущества и отправился. Если перебросить мостик от самого начала этого фрагмента к завершающей части, когда, как мы увидим, отец успокаивает старшего сына, который был расстроен тем, что такой прием возвратившемуся, заблудившемуся до Толи, блудному, поэтому мы говорим, сыну оказал отец, а отец, утешая его, среди прочего, говорит и о том, что ты-то, обращаясь к вашему сыну, был всегда рядом со мной, и все мое твое. Почему я попытался этот мостик перебросить? Ведь если задуматься, получается, что этот сюжет обрамлен двумя смыслами. Выделение по просьбе младшего сына его части и представление отца о том, что все мое твое, обращенное к сыну старшему, но до Толи так было и по отношению к младшему сыну. Возникает уже проблема. Проблема, с которой началось, к счастью, временное падение сына младшего. А стоит ли вообще что-то выделять? Стоит ли чем-то делиться, будь то между близкими людьми или будь то, как в том более высоком смысле, если под отцом понимать любящего Бога? Это одно. Но и второе, если вот так идти просто по конве сюжета, чисто внешней, чисто событийной. Да, сын все-таки выделил свою часть и отправился в дальнюю страну. Но какая у него была цель? Путешествовать, расширять свой кругозор, как вы бы сейчас сказали, познать незнакомый мир? Нет. Он вел там разгульную жизнь. Следовательно, мы можем полагать, что и его мысль о том, что попросить у отца, принадлежавшую ему части, куда-то уехать, была уже порочной в своей основе. Он был обуливаем не какими-то позитивными желаниями и намерениями, а он уже строил вот те самые планы, которые осуществил там. Ну и далее. Далее. Страну ту, в которую он так быстро промотал выделенную ему часть имущества, посетил голод. И он стал нуждаться, как, видимо, и все остальные. И все же, опять милость Бога, он не погиб в этой крайней нужде, а ему удалось, что называется, пристроиться к некоему достаточно состоятельному человеку, чье стадо свиней он стал пасти. Другое дело, что, видимо, голод в этой стране был так велик, что он мечтал даже поесть остаток корма свиней, и то ему это не давалось. И тогда он подумал о возвращении к отцу, у которого даже наемники, слуги не нуждались, по крайней мере, были сыты и всем обеспечены. А он сознавал себя все-таки сыном, но понимал, что его поступок лишает его этого высокого сыновьего звания. И поэтому мечтал о том, что если он вернется, отец, возможно, его согласится хотя бы в наемнике взять. На этом тоже стоит остановиться, потому что это для младшего сына, вот этого самого блудного сына, это момент некоего прозрения, это момент осознания своей греховности, своей недостойности, ошибочности совершенного им поступка и, видимо, избранного пути. Тоже осознание, что этот избранный путь был пагубен. И он мечтает о малом вернуться к отцу в качестве наемника. Что это означает? Ведь если задуматься, это означает то, что человеку открылось великое свойство быть сыном, мы понимаем расширительно, сыном, которого Бог по-отечески любит. То есть быть в церковной ограде, быть христианином, быть православным человеком, в полной мере принимать дары Божьей любви. А это тоже требует осознания, потому что для того, чтобы вернуться, ему нужно было не только захотеть вернуться, но и осознать меру своего падения и понять разницу между слугой и сыном и проявить достаточное смирение, для того, чтобы в этом раскаянии осознавать, что он не может претендовать на роль сына. А такое раскаяние, такое осознание своего падения, это уже залог возможного исправления. И идем дальше. Когда он осуществляет свое желание, когда он приближается, удалившись из чужбины, к своему родному дому, и отец его тоже, казалось бы, маленькая деталь, но мы с вами хорошо понимаем, что в Священном Писании нет маленьких деталей. Каждое слово исключительно важным значением и смыслом обладает. И там сказано, в частности, что отец издали его завидел. Конечно, можно в этом усмотреть через бытовой штрих, что там с какого-то возвышенного места, там с крыши дома или откуда-то, отец увидел возвращающегося и сына, которого он считал для себя уже потерянным. Но если мы будем тот глубинный и возвышенный смысл иметь в виду, тогда мы поймем, Господь видит, что творится в душе заблудшего человека. И он тоже заранее, своевременно, в тот же миг угадывает его желание, видит его раскаяние, видит его смирение и, естественно, радуется его решению. Мы можем вспомнить другое место, что на небе будет больше радости об одном кающемся грешнике, чем о девяносто девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии. Это о том же. И он спешит навстречу. То есть рука Отца земного и поддержка Отца Небесного направлены к тому, кто осознал свой грех, хочет его искупить, по крайней мере, раскаялся искренне в нем и делает сам шаг навстречу к исправлению. И затем удивительная награда. Получается, что не только радость о вернувшемся сыне, но и награда ему за то, что он преодолел эту страшную смуту в своей душе. Почему я сказал смуту? Потому что я глубоко убежден, что нет и не было никогда и не будет на земле человека, который, совершая какой-то дурной поступок, не осознавал бы, что это плохо, что это нехорошо. Потому что самый верный барометр, который у нас есть как инструмент, это наша совесть в душе. И она всегда показывает, где мы оступаемся, где мы начинаем двигаться не в нужном направлении. И вот здесь, возвращаясь к сюжету о возвращении блудного сына, мы видим, что он, мечтавший о роли скромной самой слуги в отчем доме, вдруг принят, как сын возлюбленный. И пиршество начинает готовиться в честь его возвращения. И ему дают лучшие одежды. И перстень. Вспомним вместе с нашими уважаемыми слушателями, что перстень – это символ власти. Следовательно, он от отца получает не только любовь, на которую не знал, может ли он по-прежнему рассчитывать или нет, но он получает и признание как равноправный человек в его доме, как обладающий, пусть ступенью ниже, нежели отец, но сыновней властью. Протерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Светтихновского гуманитарного университета, сегодня у нас в гостях. Мне всегда было интересно, честно говоря, зачем отец вообще ему дал эту часть имения своему сыну, младшему. Вот как вы говорите, сын, прося разделить имение, прекрасно понимал, зачем ему это нужно. То есть у него эти намерения кутить, гулять и всё потратить, они были изначально. Его отец наверняка тоже не мог не понимать, что его сын младший, он ещё не готов как бы рационально и правильно использовать свою долю. Зачем он ему это всё дал? Давайте, Елизавета, попробуем рассмотреть это в двух аспектах. в буквальном смысле, как вот земной отец, отпустивший сына на чужбину, и как отец небесный, о чём мы всё время проводим параллель. В земном своём качестве отец мог и не знать намерений сына, и не стал ему противиться. Почему же промыслительным образом не воспротивился этой ситуации осуществлению такого нехорошего замысла Отец Небесный? Мы с вами не однажды говорим, и здесь мы абсолютно справедливы, что Христос даёт высшую свободу, приносит высшую свободу каждому человеку, и нет более высокой свободы. В этом смысле мы можем вернуться даже к событию всей мировой истории, грехопадению в Эдеме. Адам и Ева. Всемогущий Господь, безусловно, мог не допустить вот этого вкушения плода с древа добра и зла. Но это было бы нарушением принципа свободы. Господь создал не роботов, а людей, человека. И поэтому принцип свободы выбора это высочайший принцип. Но именно в нём каждый из нас порой постоянно, это не только какие-то поворотные, веховые события в жизни человека, если в большом, а в малом мы с утра до вечера сталкиваемся с ситуацией выбора, когда нужно принять более правильное или менее правильное решение. И вот здесь вопрос о том, как распорядиться своей свободой. Отменять её ни в коем случае нельзя. И я полагаю, насколько мы можем судить о высших замыслах, я полагаю, что Господу никогда и не было угодно лишать нас этой свободы выбора. Но вот распорядиться ей должным образом, это уже задача каждого человека. А вот в продолжении свободы выбора. Вот пришёл сын назад, попросился, раскаялся, готов выполнять самую чёрную работу. Его в честь этого устраивают пир, вручают ему перстень, созывают гостей. А где гарантии, что он дальше так себя не поведёт? Вроде бы отец вместе с любовью может так показаться, потому что в нашей обычной повседневной жизни это сплошь и рядом встречается, когда отец вроде бы как не только любовь проявил, но ещё и слабину. А значит, на нём можно сесть на шею, свесить ножки и кататься. Соответственно, один раз простил, другой раз простит, и пятый, и десятый. И можно будет вообще всё имение забрать, пойти его прогулять и вернуться снова и опять простит. Очень интересный вопрос, Алексей. Очень жизненный. Очень жизненный. И более того, я бы его сейчас связал ещё и с практикой церковной жизни, шире, с вопросом о покаянии, о таинстве покаяния, о таинстве исповеди и так далее. Мы знаем, что каждый из нас достаточно регулярно, с той или иной мерой регулярности исповедуется. Это значит, что каждый из нас осознаёт меру своей греховности в том или ином и приносит своё покаяние Господу через священника. И мы знаем, что не может быть прощения греха без исповеди. Но мы знаем и то, что очень часто, увы, получается так, что человек спустя какое-то время, неделю или месяц приходит и вновь кается в том же грехе. И вот здесь возникает вопрос, вопрос уже сугубо нравственного свойства. Чем он руководствуется? Что в тайниках его души происходит в подобной ситуации? Одно дело, когда человек покаялся, получил отпущение греха, вышел из храма очищенным, радостным, довольным, свободным от груза вот этой моральной ответственности перед собой и перед Богом и перед людьми. И спустя какое-то время с ужасом почувствовал, что он снова пал. Но вот образ падшего человека, который взял, споткнулся или в скользкую погоду на улице поскользнулся и упал. Перед ним тоже своего рода свобода выбора. Он может продолжать лежать в этом сугробе или в этой луже, сознавая свое состояние и, может быть, даже очень сожалея о нем, но лежать. А он может, даже если ушибся, собрать силы, в данном случае физические, подняться, отряхнуть в ту внешнюю грязь, которая к нему прилипла в этом сугробе или в этой луже и идти дальше. Поэтому... Мне кажется, все-таки не совсем тонко, не совсем точная аналогия, простите, вспоминая недавние московские события, далеко не каждый в состоянии встать, упав в сугроб. Ну, правда, было бы очень много серьезных травм, сломанных ног и проломленных голов. И даже был один летальный случай. Да, ну, Лиза, вы мою конкретизацию, мой бытовой пример немножко углубляете в такую более, ну, трагедийную, что ли, плоскость. Но если как образ все-таки вы мне позволите его продолжить, то есть вот два варианта, имею в виду. Или человек продолжает лежать, сокрушаться, или он встает и идет. Ведь, по большому счету, жизнь православного человека в значительной степени состоит из серии падений и, если не взлетов, то, по крайней мере, того, что он поднимается, идет дальше, преодолевает себя. И это принципиально важно. Поэтому сама суть покаяния, великая, возвышенная, как одного из таинств, в том, что человек искренне раскаивается и полон намерения приложить все силы для того, чтобы не повторить свой грех. Но если представить себе какого-то прожженного циника, который считает, что таинство покаяния может быть использовано как механизм, чисто вот так, технически, так сказать, подходя, как механизм заслужить прощения и дальше грешить, в надежде на то, что в любой момент он может прийти, покаяться и снова быть безгрешен. Это не тот случай. Это не покаяние. И не мне, конечно, судить, как в каждом отдельном случае решается вопрос на небесах по подобному поступку, но мне кажется, что очень сомнительно, что в этом случае таинство исповеди окажется действенным. Возвращаясь к сюжету о блудном сыне. А вот прежде, чем мы к нему вернемся, у меня вопрос. Вы говорили о том нравственном варометре, который есть у каждого человека, который срабатывает в том случае, если человек поступает как-то не очень хорошо. А порой совсем отвратительно. Мне сразу вспоминается история человечества, история войн, трагедий, катастроф, даже Вторая мировая война. Но была у человека идея о великом государстве. То, что эта идея переросла в гигантскую мясорубку, крупнейшую в 20 веке, наверное, не было таких у него. О великом государстве или о великом себе во главе великого государства? Нет, подожди, это уже другая история. А сработал ли там нравственный барометр? Мы, конечно, не можем залезть внутрь человека Адульфа Алоизовича и понять, чего у него там было, а чего не было. Но с другой стороны, если бы этот нравственный барометр сработал, наверняка бы не было катастрофы. Мне кажется, Алексей, что вот краткая реплика Лизы, прозвучавшая сейчас, очень своевременно была. Почему? Потому что это не просто какая-то альтруистическая идея о великой родине, о великом государстве и так далее. А это, по-моему, была очень себелюбивая идея именно себя во главе великого государства. Идея захватническая, идея порабощения, идея истребления миллионов людей. А где же барометр? А как раз он и может быть неисправен, он может отсутствовать. Вопрос именно нравственной организации, нравственной конституции человека. Я думаю, как случаются какие-то внешние изъяны и дефекты, так могут быть не только физические, но и нравственные уродства. И в данном случае, если брать перечень, так сказать, великих злодеев, в мировой истории, то это именно тот случай, когда нет этого инструмента или он сломался. То есть такой нравственный калека. Да, безусловно. Но, если вы позволите, смысл все-таки нашей беседы в том, чтобы завершить разговор о возвращении блудного сына. Так вот, почему я заговорил в ответ на ваш вопрос, Алексей, вот этот пример с таинством исповеди, с таинством покаяния. Мне кажется, что, когда вы спрашивали, а не думает ли младший сын, увидев, что его так хорошо приняли, что его простили, возвели снова не в ранг слуги, а в сыновний ранг, и этим пользоваться и работать. Но это было бы типичное манипуляторство. Если бы вы меня спросили, случаются ли манипуляторы в жизни, но не то, что вы сплошь и рядом, к счастью, но, увы, частенько встречаются, мы это знаем. Но я потому заговорил, привел эти примеры с таинством исповеди, как некие аналогии, некие параллели, потому что считал, что в данном случае это пример о другом. Это пример о том, как мера глубокого падения и затем прозрения, раскаяния и радости великой, что не утрачена окончательно отчая любовь, надежно удержит человека от повторения ошибок. И если мы только что до этого по другому немного поводу говорили о том, что бывают изъяны совести, бывают нравственные уродства, то могут быть уродства, это, кстати, рассудочного, интеллектуального плана. Я думаю, что если таких уродств нет, и если человек сохранен в умственном плане, то он, конечно же, не забудет того, что с ним было, сделает из этого выводы, извлечет урок из своей страшной ошибки и сделает все для того, чтобы это не повторить. Но, наверное, настала пора обратиться и к старшему сыну. За этим тоже очень многое стоит. Вы посмотрите. Отец мгновенно возрадовался, что к нему возвращается сын, которого он считал потерянным. А старший его брат, он возвращается после трудов, тяжелых, утомленный, подходит к дому, видит какое-то неожиданное, непонятное торжество, спрашивает у подвернувшегося здесь первого слуги, а что случилось, и узнает, что вернулся сын, который все на чужбине прогулял, прокутил с блудницами, как сказано в тексте. И такая радость. И он сначала даже не хочет входить в этот дом. Порог родного собственного дома, который он никогда не покидал, ему становится противен, он не желает участвовать в этом празднике. Но по-человечески его можно понять на самом деле. Он не желает разделить радость своего отца. И мы сейчас вернемся с вашего позволения, Лиза, каждая ваша реплика дает повод для очень интересных размышлений очередных. И то, что вы сейчас сказали, давайте к ней сразу вернемся, он выразил открытым текстом, он упрекнул отца, когда тот выжил к нему звать в дом, что он никогда его не покидал. Он все свои силы отдает, скажем так, поддержание их общего хозяйства. Он трудится в поте лица. И за все время отец ему ягненка маленького не дал, чтобы с друзьями тому поопировать. А здесь пришел блудный сын, и он тельца упитанного, то есть откормленного теленка лучшего пожертвовал для этого пира радости. Вы знаете, с одной стороны, как вы только что, Лиза, сейчас сказали, да, по-человечески можно понять, но хорошо ли, что мы это с вами понимаем по-человечески, и хорошо ли, что это за свойство, которое нас побуждает сказать, да, а вы знаете, вообще-то это вполне понятно. Ведь если разобраться, то здесь, во-первых, присутствуют, давайте, языком судебного разбирательства, признаки зависти не мне, а моему брату, и одновременно и осуждение своего отца, который волен, наверное, поступать и распорядиться своим теленком лягненком. Ну и гордость и такой, я же не как он, я лучше. Да, это безусловно, это из прошлой недели, а мытари и фарисеи, совершенно продолжение того же, вы абсолютно правы, и это не только неспособность, это не только зависть, но это еще неспособность порадоваться за ближнего, а потому, причем совсем за ближнего, за родного брата младшего, и поэтому это отступление от главной заповеди Господа нашего Иисуса Христа любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Мы видим, что старший брат любит себя несравненно больше, чем младшего брата. Давайте дело старшего брата продолжим разбирать ровно через минуту. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня протеерей Лев Семенов, клирик храма святителя Николая в Кузнечной Слободе, преподаватель Святтихновского гуманитарного университета православного, Лиза Горская и Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь. Светлый вечер на Радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер на Радио Вера И мы продолжаем нашу программу. Это Светлый вечер на Радио Вера здесь в этой студии Лиза Горская. Алексей Пичугин. Протерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Святтихновского университета. Мы говорим, разбираем притчу о блудном сыне. Я думаю, что наши слушатели все хорошо знают текст этой притчи, те, кто слушал нас с начала программы уже, наверное, смог и проникнуться всей ее глубиной. А сейчас мы говорим о старшем брате и закончили на том, что, пришли к выводу, он любит себя гораздо больше, чем брата, чем своих близких людей. Да, и вы знаете, еще один нюанс намечается здесь, если вдуматься. Мало того, что он завистлив, мало того, что он вольно или невольно отступает от заповеди «Любить Бога и любить ближнего как самого себя», а отступить, это значит и попирать, не считаться с ней. Но здесь есть еще одно. Проскальзывает достаточно зримо то, что он в своем верном таком служении отцу в какой-то мере был небескорыстен. Вот это ожидание. Смотри-ка, я вот сколько всего делал, а ты мне ягненка или козленка не дал, а тут целого теленка сразу не пожалел. Получается, ведь любое служение, начиная от помощи своему отцу в хозяйстве домашнем и кончая любым общественным, каким угодно иным, самым высокого плана служения, оно в идеале должно быть бескорыстным. Иначе это не служение, иначе это работа, это отработка какого-то договора, это контракт, это приземляется, это не то, чтобы обязательно низменно, но это не то, это не тот ум. А может быть, зря мы его так клеймим? Он же, в принципе, это делал бескорыстно. Вот да. Да, он привел в сравнение. У него есть, наверное, определенные представления о справедливости, в чем-то ветхозаветное, судя по всему. Не обязательно же он завистлив, коростолюбив и ждет смерти своего отца, чтобы завладеть имением. Он же до того момента даже и не задумывался, ну, или, по крайней мере, не ходил к отцу с просьбой дать ему там ягненка или тельца на пир с друзьями. Он бескорыстно отрабатывал все, что он должен был делать, и представлял прекрасно, что это именно его обязанности, которые он исполняет. А тут в нем взыграло. Мне очень приятно, можно сказать, бальзамно раны, что и Елизавета, и Алексей так дружно, братолюбиво, стали защищать старшего брата, тем самым блестяще иллюстрируя свою приверженность заповеди о любви к ближнему. Я, разумеется, не собирался вешать на него все эти обвинения. Я сказал, что можно предположить, потому что, если отталкиваться от того, что нет ни одного случайного, незначащего какого-то слова или намека в Священном Писании, то то, что он просто хотя бы не молчит, потупив взгляд, будучи недоволен, что такой прием младшему брату оказан отцом, а в разговоре с ним упрекает отца, это позволяет, мне кажется, допустить мысли. Я не настаиваю, что это было. Сегодня в начале в ваших устах звучало совершенно на справедливые мысли о том, что мы не можем загольнуть в душу других людей. Это черта всевидения Господа, а не наша. Но, исходя вот из текста, мы можем предположить, что если первое, что он говорит, отцу, как, я вот ничего не получил, ну, значит, у него какие-то были ожидания, по крайней мере, что вот он это будет получать, и опять то, что в самом конце, все мое твое. Вот это очень трудно усвояемая вещь, очень трудно, как бы психологи сказали, интериоризируемая, то есть внутрь своего сознания вводимая и осваиваемая полностью. Дело в том, что у нее есть две крайности. Знаете, как если вспомнить песню советских времен, и все вокруг колхозное, и все вокруг мое. Люди моего поколения помнят, вашего, возможно, нет уже. Мы помним, почему мы тоже, да? Ну, вот. Так, к чему это приводило? Казалось бы, принцип тот же, но за счет того, что в нем не лежала глубокой духовной базы, не было фундамента, не было и нравственной опоры. И поэтому приводило это к чему? К вравственной. К элементарному разбазариванию всего, к тому, что все можно было утащить, все можно было, что плохо лежит, принести не только из колхоза, но и из фабрики, завода, из какой-то, так сказать, организации. Увы, это даже на бытовом уровне считалось чуть ли не в мелких масштабах не само собой разумеющимся. Поэтому к принципу «все мое, твое» тоже нужно подходить разумно. Но здесь речь не о том, условно говоря, колхозном варианте. Здесь речь идет о том, что все наследие, все имение Отца в той же мере принадлежит и Сыну. И мы знаем в других местах евангельских из уст Господа нашего Иисуса Христа не однажды свидетельство подобного рода исходит о близости Отца и Сына. «Кто знает сына, кто знает Отца и не лучше, чем сын Отца и отец сына» и так далее, и так далее. И поэтому мне кажется, что вот в таком правильном возвышенном смысле слова Отца в конце фрагмента, что «все мое, твое», обращенное к старшему сыну, это именно о всем имении. Это не только о стадах, это не только о доме, это не только о бутвари домашней, а это и о духовном богатстве, это о возможности разделить, наверное, самое значимое, что есть в жизни православного человека, разделить основы веры, быть братом и сестрой по вере. Вот это та самая великая опора, тот могучий и непоколебимый фундамент, который позволяет человеку с помощью уже и вот тех барометров, инструментов совести и так далее выбирать правильную дорогу в жизни и по возможности идти по ней не сворачивая. А давайте про радость поговорим, о радости. Вот вы сказали, что это принципиально важно, что старший сын отказался праздновать вместе с отцом, и мы как-то от этой темы ушли, а вот почему это так важно? Действительно разделять пир, разделять радость, торжество. Это одно из проявлений солидарности, разделения общего чувства, причем это не только радость, вот это возможность, это способность, это умение, если хотите, потому что для этого тоже должен иметься навык некий душевный, если хотите, у человека сочувствовать, сопереживать, быть психологическим языком выражаясь синтонным, мы не будем с вами настоящими братьями во Христе, или вот имея в виду и мужчины, женщины, братьями, сестрами, если мы не заметим удрученного состояния своего ближнего, и будем продолжать легкомысленно веселиться, о чем-то таком веселом говорить, не поинтересовавшись, что случилось, почему опечален наш ближний, и наоборот, если мы чуть ли не демонстративно, как вот тот брат, который не хотел даже порог дома переступить родного, видишь там празднец по поводу возвращения младшего брата, демонстративно подчеркнем, что мы не хотим разделять вашу радость, это отъединение какое-то, это разъединение, это стена, а нет ничего страшнее, как возведение стены в отношениях между ближними, потому что здесь, как и в обычной строительной ситуации, каждый кирпичик в эту стену добавленный, он делает ее более высокой, более непреодолимой, поэтому, мне кажется, это какой-то закон на уровне интуиции, что мы должны стремиться сопереживать и уметь. Вы сказали, что это еще и навык, а любой навык, он, навык, он берется из умения, насколько я понимаю, какое-то умение, которое там много раз повторенное тобою, уже входит, как сказали бы, спортсмены в мышцы, да, то есть уже как бы автоматическим становится, да, вот это навык, я правильно понимаю? Ну, это вы к вопросу тренинга, если угодно, так сказать, свели выработку этого навыка. Мне кажется, самое главное, это вот изначальная установка, которая в душе рождается, это понимание и готовность, вот эту самую заповедь любви к ближнему, не только знать, но и практиковать в реальной жизни, осуществлять ее, причем не только к родному, ближнему брату, сестре, родителям, детям, соседям, скажем, но и в транспорте к человеку, которому можно потесниться, помогая ему устроиться, или наоборот испытать раздражение, что вот еще явился какой-то толстяк и тут пытается усесться. это вот такие все тонкие вещи, но они, возвращаясь к идее навыка, к идее тренинга, они должны поначалу осознанно рождаться как мысль, как намерение в сознании человека и вначале, наверное, нужно как-то себя подталкивать к тому, чтобы это проявлять, но а в идеале это затем становится уже прочным навыком и на автомате осуществляется. Вот существует мнение, что если всем сопереживать, то никакого сердца не хватит. Вот это совершеннейшее заблуждение. Как знаете, есть такой парадокс в науковедении, в науке о науке. Если представить себе площадь нашего знания, объем нашего знания как некий круг, и вот тогда по границе круга, окружности, которая очерчивает этот круг, за этой границей будет все непознанное, неизведанное. Так? А кто его чертил? Сократ? Я не могу вспомнить. Сейчас давайте даже бесносительно к истории философии. Это в данном случае не столь важно. А если мы увеличили свое знание, площадь круга стала гораздо больше, и окружность эта, соответственно, увеличилась, что получилось? Получилось, что граница с непознанным тоже возросла, и, следовательно, мы поняли, что непознанного еще больше оказалось, чем раньше, когда наше знание было меньше. Так же в этом случае. И вот точно так же, как с этим возрастающим незнанием по мере увеличения нашего знания, так и с возрастанием нашего навыка сочувствия. Только уже в обратном, так сказать, смысле. Чем больше мы увеличиваем свою способность сопереживать, тем она тоже становится больше. Сейчас мы в пределах твоей окружности, понимаете? Да, там то, чему можно было бы посочувствовать, кому можно было бы посопереживать, тоже, соответственно, увеличивается, но в практике нашей повседневной возрастает, что важнее, вот эта внутренняя за окружностью площадь круга, площадь нашего сопереживания. И поэтому мне кажется, что здесь возможности человека неограничено. Недаром, скажем, медики, физиологи говорят о том, что возможности головного мозга человека, интеллектуальной памяти, каких-то, так сказать, способностей реализуются за всю человеческую жизнь на ничтожную долю процента, чуть ли там не на 10% от силы, а 90% остаются незадействованными. Точно так же, мне кажется, наши душевные возможности, душевные силы, точно так же дремлют еще, остаются в туне, а не реализуются. Нужно просто их практиковать. Вы, Лиза, за некоторое время до этого привели пример со спортом, там, накачивание мышц у спортсмена и так далее. Так вот, надо духовные мышцы свои тоже накачивать, и, мне кажется, это путь вполне перспективный, реальный и возможный. Сейчас у меня еще один короткий вопрос на эту тему. Я хотела бы уточнить, а вот насколько все-таки необходимо сопереживание, если ты поступаешь правильно? Ну, вот, грубо говоря, я ведь могу место в транспорте уступить, но при этом не сопереживать человеку, которому я уступаю место. Ну, просто я вот ему уступаю, потому что, ну, так надо. Вы знаете, есть хороший способ сделать приятное не только человеку, которому вы уступили место, ну, и самой себе, или самому себе. Каким образом? Уступить тоже можно по-разному. Можно понимать, да, я вот, но не я, которому 70 лет, а я вот, допустим, вот такой молодой, юный некий, смотрю, входит пожилой человек, все на меня смотрят, потому что все значительно старше меня, мне как-то неудобно, вроде надо вставать, а, ладно, встану, уступлю, так и быть. Это одно. А можно с радостью, что у меня представилась возможность сделать доброе дело, и какой это человек, если он милый, улыбнулся мне, это очень приятно, а если он погруженный в свои думы, чем-то огорченный, внутренне посочувствовать, да, ну что же, видите, у него, наверное, сейчас какая-то тяжелая полоса в жизни, или о чем-то он неприятным задумался, опять с позиции любви. Вот это волшебный ключик. Это не не нужно быть Буратино там из сказки про золотой ключик, чтобы для каких-то удивительных дел в своей жизни искать этот самый ключик. Ключик есть, он давным-давно нам дан и явлен самим Господом. Любить, любить, но я понимаю, что советы легче давать, чем им следовать. и искусство любви, вот той высокой, настоящей, подлинной, о котором апостол Павел говорит в 13 главе первого послания Коринфянам. Ему нужно учиться. Ну, пример тем, уступать или не уступать место, мне кажется, это все-таки все в плоскости воспитания лежит. Конечно, можно говорить о том, что нравственность это тоже то, что можно воспитать у человека, наверное, нужно воспитывать, но все это в плоскости воспитания, поэтому у человека порой частично можно или нельзя. Частично лежит в плоскости воспитания. Я как раз к тому, что если мы берем за основу именно воспитательный фактор, то у человека просто может не возникнуть вопроса. Я сижу, он стоит, значит, я должен встать. Меня вот с детства это внушили, а это уже психология. Вы правы, конечно, но мы о чем сейчас говорим? У нас разговор начался сегодня в студии с евангельского фрагмента с притчи о возвращении блудного сына. Поэтому давайте вернемся к Священному Писанию. Да, процесс воспитания. Да, есть педагогические методики, да, есть какие-то опытным путем выработанные у тех или иных родителей приемы воспитания своего любимого чада, но мне кажется, что все это в каком-то смысле вторично, потому что все это находится на одном самом глубинном самом великом фундаменте Библии. Светлый вечер на Радио Вера В рот Ирелев Семенов в гостях у Радио Вера сегодня говорим о притче о блудном сыне в канун недели о блудном сыне. Вы говорите, что фундамент Библия. Безусловно, в данном случае вот те нравственные начала, которыми нам нужно руководствоваться как угодно, вырабатывая навыки, тренируя себя, проводя вот это воспитание. А какой фундамент у человека, который выполняет все христианские заповеди, не задумываясь, но абсолютно не церковного и не верующего? Прям все-все-все. Ну, в любви Бога, я понимаю, что не выполняет, наверное, тех заповедей, которые относятся непосредственно к отношению человека с Богом, но тем не менее живет он абсолютно по-христиански. У приключения в ином невозможно. Сейчас еще придерюсь к словам. Я не думаю, что он, не задумываясь, это делает, потому что все-таки следовать определенным моральным, этическим и нравственным принципам, это требует неких сознательных усилий в любом случае. Он, может быть, и задумывается об этом, но при этом он атеист. Вот. А фундамент то у него какой? Мы с вами сейчас коснулись темы, благодаря вашему вопросу, Алексей, которая, мне кажется, не на последние минуты сегодняшней встречи, а достойно быть темой даже не одной очередной встречи, может быть, с гораздо более опытным и сведущим в вопросах этики человеком, нежели я. Но я вот о чём хочу сказать. Да, безусловно, есть хорошие люди, которые не являются православными, но достаточно моральны, нравственны в своём поведении, не совершают каких-то дурных поступков. Они, если говорить о том, уступить, не уступить место, они вежливы, они корректны и прочее, прочее. Это могут быть инославные, это могут быть последователи других религий, это могут быть агностики, которые ещё для себя не решили основной мировоззренческий вопрос, это могут быть убеждённые атеисты, я с вами согласен, сколько угодно такое может встречаться, но когда мы говорим, будь то об агностиках или будь то об атеистах, мы не должны забывать того, внешне, может быть, парадоксального момента, что даже они, скажем, вот атеисты сами, не подозревают, что они с младенчества скалыбели, даже если они выросли в сугубо атеистической среде, всё равно погружены в некий, ну, континуум, в некое пространство, ментальное, какое угодно, смыслов, заложенных две тысячи лет назад христианством, потому что, как бы мы с вами на это не смотрели, но вот то, что благодаря великому акту, предпринятому святым апостольным великим князем Владимиром более тысячи лет назад крещения Руси, ведь тогда с крещением, с переводческой до этого деятельностью, подготовившей какие-то основы для этого просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия, столько такой канал мощный через Византию христианского наследия пришёл на Русь. В результате, в результате, мы оказались целиком в русле европейского наследия, а оно, в свою очередь, две тысячи лет назад сформировалось соединение античного культурного наследия, древнегреческого, римского и христианского начала, конечно, со всякими взаимовлияниями. К чему я говорю? Всё, о чём мы с вами рассуждаем, известно на рациональном, на рассудочном уровне, известно даже самому убеждённому атеисту. Найдите человека, который не слышал про грехоподействие. Правильно. Да, но не слышал про великий потоп, не слышал про ноя и так далее, и так далее. Я имею в виду, что все начало, всё то, что составляет плоть человеческой культуры и человеческого сознания, оно последние две тысячи лет в основе своей христианской. всё так, всё так, и ни в коей мере, отец Лев, я тут с вами не спорю, скорее-то я неправильно выразился, когда говорил про фундамент. Конечная цель. Я помню, как кажется, это был писатель-эмигрант Владимир Максимов, который в своё время говорил, что для меня честный атеист гораздо более приятен, чем верующий человек, потому что у верующего человека есть в конце цель, да, спасения, а у атеиста этой цели нет, у порядочного человека, который живёт, ну, будем, если Елизавета снова не будет придираться к словам, по заповедям. Вы понимаете, комментируя приведённое вами высказывание, я бы сказал, что вот такому честному человеку можно пожать руку за то, что он честен, но при этом в душе, чтобы не задевать его раны, осознанно или не осознанно, посочувствовать, посочувствовать бесцельности, бессмысленности его существования. Ну, как же? Потому что исключив цели полагания из человеческого бытия, мы оказываемся в тупике. Простите за невольную банальность, кое-такое общее место, но я не могу не вернуться к такой цепочке рассуждения. Спросите любого человека, скажем, в 20-летнем возрасте, о его планах. Он скажет, ну, вот получить такую-то профессию, устроить свою личную жизнь, встретить свою любовь, жениться, а потом, а потом работать, реализовывать себя творчески, вдохновенно, растить детей, а потом, ну, как же, потом, женить детей, а потом, нянчить, нянчить внуков, а потом. И вот на этом этапе, до этого, что-то сходное можно найти у атеиста и у православного человека. А вот на том, на той, так сказать, финишной прямой, имея в виду земную жизнь, совершенно разная складывается ситуация. совершенно понятная, ясная для человека верующего переход в вечную жизнь. И вот тот самый молчаливый тупик для человека неверующего. Можно склонить голову перед его своеобразным мужеством, если это его искренне не страшит. Но при этом мы никуда не уйдем от того, что вот этой цели то этого смысла нет. Тогда это получается дурная бесконечность. Из поколения в поколение, простите за некоторый биологизм, воспроизводить себе подобных, заботиться о том, чтобы они были сыты, обуты, что как-то социально себя реализовали, проявили, а потом тоже навсегда ушли в небытие. Вот я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но я это вижу так. Поэтому меня это не только не страшит и не удивляет, и не смущает, но, воборот, радует, что у православного человека есть цель великая, благая, осмысленная и дающая именно смысл его существования. Ну, получается, что меня восхищает, что человек может делать всё то же самое без веры в конечную цель. Соответственно, он может и не делать этого. Он может не прилагать таких усилий, как человек верующий, но он их прилагает почему-то. Он же может производить себе подобных, воспитывать их, но он может их воспитывать совершенно по-другому, а он закладывает в них всю ту же самую нравственную парадигму, которую закладывает в своих детей человек верующий. Не забывайте, Алексей, что когда вы приводили свой пример и задавали этот вопрос, вы сказали о том, что может такое случаться. И я с вами согласился, да, я могу представить себя человека неверующего, но достаточно нравственно. А я даже знаю таких людей. Да, безусловно. И я тоже сказал, что мне тоже подобные встречались. Причём, вы знаете, удивительные люди просто, они не коррумпируются ни при каких обстоятельствах, ни кидают мусор. Да, я с вами согласен. Они ничего не делают такого, за что их можно было бы хоть как-то упрекнуть. Просто прям кристально чистые люди. Я с вами согласен. Но вот то, что до этого я сказал, увы, остаётся в силе. И главное, я начал сейчас свою мысль с того, что Алексей задал вопрос о том, что такое случается. Вы это подтвердили, Лиза, я это подтвердил. Но как часто это случается? А сколько, простите меня, миллионов случаев, когда не дают должного воспитания, когда не воспитывают нравственных качеств, когда, наоборот, самые отвратительные пороки культивируются, насаждаются и чуть ли не взращиваются на примере родителей таких неодухотворённых, безразличных к вопросам духовной жизни. Но тут я, пожалуй, соглашусь в том, что вот такие люди, Алексей, о которых мы с тобой говорим, они всё-таки, наверное, скорее исключение, потому мы о них так и говорим из программы в программу как о каком-то феномене интересном, нет? А мне кажется, что нет, совсем не исключение. Каждый раз, когда я такого человека встречаю, а это, слава богу, происходит довольно часто. Раз в год? Да, несколько раз в неделю. И просто, ну так получается, что основной круг моего общения это люди за пределами церковной ограды, и, соответственно, мне кажется, что просто чем больше мы существуем внутри церковной ограды, тем больше мы начинаем общаться с людьми, которые тоже присутствуют в ней. А я ни в коем случае не хочу сказать, что это закукливание такое, да, и мы не видим, что за ней, за этой оградой. За ней это огромная жизнь, но мы постепенно круг общения сводим к тем, таким же, как мы, то есть людям, которые находятся внутри церкви. А снаружи-то этот огромный мир, и мне кажется, когда я каждый раз встречаю такого человека, он-то гораздо больше христианин, пускай он это никаким образом и никоим образом не подтверждает своим статусом христианина, пускай он об этом никогда не задумывается и может сколько угодно негативно относиться к церкви, но при этом по его поступкам, мне кажется, Бог его будет судить гораздо проще и лучше, чем... не лучше, вернее, гораздо проще и как-то... ну, гораздо проще, чем нас. Я точно так же верю в безграничную милость Господа и снисхождение к слабостям человека, но вера в милосердие Господа не лишает меня посыла, прежде всего, о людях, которых вы говорите, хороших, но находящихся вне церковной ограды, молиться, молиться усердно о их просвещении, о их вразумлении, потому что мы с вами никуда не уйдем от того, что спасение вне церковной ограды невозможно. А вот это очень спорный богословский вопрос, но давайте его оставим за скобками нашей сегодняшней программы, потому что и время уже закончилось. Протерия Лев Семенов, спасибо большое, отец Лев, что пришли к нам сегодня, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета, клирик храма святителя Николая в Кузнечной Слободе, Москвы, был у нас в гостях кандидат исторических наук, Лиза Горская, Алексей Пичугин, спасибо большое и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова